Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, рад новой встрече с вами. И сегодня, как обещал, я хочу обратиться к президенту Токаеву. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. И сегодня речь пойдет о так называемых лидерах, в кавычках, лидерах государства, лидере государства и лидерах наших политических партий и, в основном, позиционных политических партий. Появление и развитие политических партий в мире имеет огромное значение для людей, и мы видим, какую роль играют политические партии в той же Англии, лейбористы-консерваторы, в тех же Соединенных Штатах Америки, демократы-республиканцы, которые постоянно меняют друг друга на посту президента. В Казахстане главная партия была зарегистрирована в 1917 году. Это Лихан Букиханов и Ахмед Байтурсынов создали национальную казахскую партию «Алаш», которая боролась автономией в составе демократической России. Все считали, что те преобразования, которые происходят в России в 1917 году, это будет элемент демократии. И боролись за избирательные права, свободу слова, печати, совести, неприкосновенности личности и так далее. И главная заслуга этой партии и этих руководителей партии была в том, что 26 августа 1920 года Владимир Ильич Ульянов-Ленин подписал документы о создании автономии казахской в составе Российской империи. И это событие 26 августа 1920 года. Я твердо убежден и считаю, что должно быть, отмечаться нашим государством, как создание современного Казахстана. Не 1991 год, как пытаются представить приспешники Нурсултана Назарбаева, что все началось именно с 1991 года, с развала Советского Союза. Ну, к сожалению, мы знаем ту историю, которая произошла с партией «Алаш», с автономией, с «Алаш-Ордой», с правительством. Практически все были репрессированы. Ну, а после победы большевиков твердо взяла курс однопартийная система. Сначала ВКПБ, Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков, а затем Коммунистическая Партия Советского Союза. Только после распада СССР и ухода в 1991 году с арены, политической арены КПСС, появилась реальная возможность создать политические партии, которые бы боролись за соответствующие права практически всех групп населения, а не отстали интерес к какому-то олигарху. Но, к сожалению, несмотря на то, что было принято в Казахстане конституционно, и идеологическое и политическое многообразие признано было в Казахстане, развитие политических партий нашло свое должное продвижение, и отсюда низкий уровень политической культуры, отсутствие оппозиционных партий в Казахстане. Но хочу отметить, что на 1 июня 2000 года в Казахстане насчитывалось 16 политических партий. Это уже была победа общества, причем появились такие партии, как Социалистическая Партия. Можно особенно сказать, что тогда султан Назарбаев искал свой вариант, и он уходил от Коммунистической Партии и сказал, что все, мы переходим в Социалистическую Партию, будем все состоять в Соцпартии. Затем он перешел в ПНЭК, и вот я хочу сказать, что были 16 политических партий, которые представляли многие структуры. Партия Справедливости, партия ОТАН, аграрная партия, и даже была Демократическая партия Женщин Казахстана. Ну, на этом, я думаю, все наши успехи по дальнейшему развитию партийного строительства в Казахстане, они претерпевают серьезные изменения. Программами и целями этих партий должно служить бесспорное развитие экономики, повышение ее конкурентоспособности, усиление эффективности социальной защиты населения, и именно сейчас это является одним из главенствующих вопросов, формирование гражданского общества. В Казахстане это очень важный момент и содействие демократическим преобразованиям. Взаимосвязь политических партий и других органов управления государства создают такую политическую систему. Цель политической системы – это обеспечение консолидации всего общества, выражение реализации интересов отдельных социальных групп населения, в то же время партийная система представляет собой механизм взаимодействия, соперничество партии в борьбе за получение власти в любой стране. Первый критерий квалификации – это должно быть количество политических партий, действующих в стране. Второе – наличие или отсутствие доминирующей партии или коалиции. И следующий момент – уровень соревновательности этих партий. В 1995 году, после принятия новой конституции, разгона парламента Верховного Совета 13-го созыва, султан Назарбаев совершил государственный, я бы сказал, конституционный переворот. Поскольку, захватив власть, переделав по себе конституцию, приняв эту конституцию на референдуме, но султан Назарбаев характеризовал промежуток времени с 1990 до 1995 года как противостояние законодательной власти и исполнительной власти. Но, если откровенно говорить, никакого противостояния законодательной власти не было. Коммунистическая партия, Верховный Совет и лично спикер парламента Абдильдин выступали как консервативный блок нашей политической жизни и не давал возможности султану Назарбаеву принимать каких-то опрометчивых решений, резких движений. Но Сергей Болсин Абдильдин проиграл, Назарбаев выиграл. И, начиная с 1995 года, начались совершенно иные политические процессы в нашем государстве. В 2002 году парламент принимает закон о политических партиях. Перерегистрации в связи с принятием закона подлежали 19 политических партий. Как мы видим, что народ все-таки не останавливался, партии создавались. Если в 2000 году их было 16, то в 2002 году их стало 19 на 1 июля. Но, заметьте, перерегистрации прошли всего 7 партий из 19. 12 партий было признаны незаконными партиями. Какие же партии прошли перерегистрацию? Ну, конечно, партия вот там. Как без нее? Вторая гражданская партия. Аграрная партия, АПК Акжол. Но султан Назарбаев тогда, еще в 2002 году, твердо смотрел на эту партию с таким лейблом, как Акжол, и с таким бэнграундом, как оппозиционная партия, взять ее под свое крыло, и это будет уже оппозиционная партия. Что и произошло в дальнейшем. Коммунистическая партия, партия патриотов и крестьянская партия. Как видим, ни одной оппозиционной партии среди этих семи нет. Явный уклон на пропрезидентские партии. Но султан Назарбаев искал свой путь становления политического режима. И я сегодня, может быть, впервые об этом скажу. Который бы обеспечивал ему без особых трудностей проводить свою идею по созданию монархии в нашей стране. По принципу подобию Саудовской Аравии. И надо отметить, что он преуспел в этом вопросе. Довольно-таки далеко продвинулся. И оставался всего последний шаг. Вы помните, что был принят закон о лидере нации. Как он назывался на казахском языке? Ельбасы. И оставалось только отменить республику. И назвать наше государство казах-еле. Казах-еле, Ельбасы. И как в 2006 году ему подготовили и представили иностранные политологи программу от суперпрезидента до суперхана. В Казахстане должно было утвердиться ханство. А подхалимы всегда бы нашлись. Я даже думаю так, что в определенный момент времени две палаты парламента собрались бы в зале заседания. Встал бы какой-нибудь засланный казачок, как мы говорим. И сказал, дорогие депутаты, у меня есть предложение. Вот с сегодняшнего дня мы должны здесь, не уходя отсюда, принять решение о создании ханства в нашей стране. И вот с этого момента мы становились все подданными великого и неповторимого. А такие подхалимы всегда были. Мы видели, как лихо поддерживали депутаты предложения Нурсултана Назарбаева о распуске парламента. И вот в этой связи, в это время появляется на политическом олимпе один человек, который благодаря группе евразийской, это Машкевич Ибрагимов-Шадиев. Он в 98-м году становится заместителем генерального директора алюминия Казахстана. Не такая большая должность, но главное, что он засветился, стал руководителем. А начиная с 1999 года по 2006 год, он становится первым секретарем ЦК Гражданской партии. Далее, с 2006 по 2011 год, он является руководителем Палаты правления Союза Томикен. Одновременно являясь членом бюро полицовета Народно-демократической партии Нур-Оттан. Ну, чья-то палата Союза Томикен мы прекрасно знаем. Это Тимур Кулебаев, зять Нурсултана Назарбаева. Но полицей партии Нур-Оттан давал право ему говорить, что он проходит определенную политическую подготовку. И со 2 июля 2011 года этот человек становится председателем Народно-демократической партии Ак-Жол. За несколько дней до этого он вышел из партии Нур-Оттан. А за день до того, как на съезде партии Ак-Жол его единогласно утвердили руководителем демократической партии Ак-Жол, но султан Назарбаев сделал ход конем. Он Алихана Байменова убрал на государственную службу своим указом, а партия Ак-Жол избрала своим руководителем. Я думаю, вы уже догадались, о ком речь идет. Да, конечно, это Абазати Перуашили. Я помню, тогда многие удивлялись, как так вышел из партии Ак-Жол, из партии Нур-Оттан и стал руководителем партии Ак-Жол. Это косвенно подчеркивает, что одна и другая партия, это одна и целая. И султан Назарбаев, как хотел, так распоряжался этими партиями. В 99-м году, когда проходили выборы президента Казахстана, политтехнологи предложили на султан Назарбаеву отправить поезд агитационный из Алма-Аты. И с такой помпой поезд ушел со станции Алма-Ата-2. И несколько недель по южным городам Казахстана этот агитационный поезд двигался. Там были выдающиеся люди, артисты, актеры, актрисы, ученые, политические деятели. И вот в этот момент там засветился Азат Первашев. Он получил привод в ГОВД города Алма-Аты. Как в докладе было сказано, что полуголый бегал по станции при вокзальной площади Алма-Ата-2, приставал к женщинам, и на следующий день Машкевич его вызволял из полиции города Алма-Аты. Но когда его высвободили из полиции, он понял, что он зависит только от одного человека, но султана Назарбаева, и начинает полностью служить этому человеку. И когда Назарбаев решил освободить место президента в 19-м году, мы помним, как Первашев не сдержал слез. Вот я хочу вам показать маленький видеосюжет. Кто еще помнит, как это было? Прямо это. Ну, как видно из видеосюжета, многие поняли, что это действительно соратник но султана Назарбаева. Но это оказалось далеко не так. Так, почувствовав ветер перемен, откуда дует ветер, он моментально перевернулся и начал критиковать уже партию Назарбаева. Но самого Назарбаева критиковать его не хватило духу и силы, а партию Назарбаева стал критиковать. Смотрите, позвольте, я прокомментирую. Дело в том, что до сих пор, когда вот сейчас Рухан Кабиневич говорит о том, что там мощная партия Назарбаева, Назарбаева никогда не был партией. Нур-Отан всегда был государственным аппаратом. Весь государственный аппарат работал на Нур-Отан. И арминистрация президента, и Акиматы. Президент называл партию Нур-Отан. Акимов называл филиал партии Нур-Отан. Соответственно, все бюджеты, организации, все госчиновники были в партии Нур-Отан. Все предприятия, которые завязаны на госзакупках, были вынуждены взаимодействовать с этим. Поэтому говорить, что это была партия, неправильно. Это был государственный аппарат, бюрократический аппарат, который защищал только собственные интересы. Сегодня, в рамках послания, когда президент озвучил, что президент не должен быть членом партии, более того, он сказал, чтобы законодательство запретить Акимов возглавлять филиалы партии власти, это принципиальное решение, которое заставит Акимов служить не своим интересам своей бюрократии, а интересам всего общества, включая тех людей, которые голосовали против этой партии. Тогда мы, на самом деле, открываем простор для политических дискуссий, для появления в парламенте реально сильных политических партий, способных не только говорить, но и брать на себя ответственность за принимаемые решения. Спасибо. Как видим, у этого человека напрочь отсутствует мораль, и он действует как политический проститут. Но это он действует в республике Казахстан, и в то же время он действует в Швейцарии. Вы скажете, какое отношение имеет Перуаша в партиях Жол и их друг в Швейцарии? В 2013 году по приезду в Швейцарии он стал клиентом одной пиар-компании, которая называлась Бурсон Марстеллер, которая якобы брала на себя обязательства по продвижению демократии в Казахстане. Но вы представляете, да? Пиар-компания занимается продвижением демократии в Казахстане. Очень серьезные демократические институты должны были заниматься развитием демократизации в Казахстане по продвижению демократии с учетом тех слоев населения, образованности, корректности, политической культуры и так далее. И эти демократические институты даже мирового уровня должны были заниматься развитием демократии в Казахстане. На самом деле Перуаш выполнял поручение султана Назарбаева, получив карт-бланш от Назарбаева, он приехал в Швейцарию, организовывал визиты депутатов парламента Казахстана в Швейцарию, депутатов швейцарских парламентов в Казахстан. Ну, как у нас принимают, мы прекрасно знаем. Ну, в частности, депутат Мюллер парламента Швейцарской конфедерации по приглашению Акжоу был в Казахстане, но по приезду в Швейцарию ему предъявили претензии прокурора, что он уезжал в Казахстан и ехал на деньги, совершал свой визит на деньги принимающей стороны. Это является коррупционным нарушением. Вместе с Мюллером приезжал и второй человек, Кристиан Миш, который стал тоже депутатом впоследствии, но до этого он, когда приезжал в Казахстан, он не был депутатом. Но, приехав из Казахстана, став депутатом, он срочно сделал депутатский запрос и требовал от Федерального Совета отчета, почему до сих пор Храпунов не экстрадирован в Казахстан. Азат Перуашев занимался мошеннической деятельностью через эту пиар-компанию. Эта работница пиар-компании имела выход на замспикера парламента Швейцарской конфедерации. Азат Перуашев даже подготовил запрос депутатский от имени заместителя спикера парламента Швейцарской конфедерации Кристи МакКвальдер. Для того, чтобы она выступила с конкретным депутатским запросом, и опять же вопрос стоял по экстрадиции Виктора Храпунова из Швейцарии в Казахстан. И та, не задумываясь, дважды зачитала свой депутатский запрос на заседание Комитета по иностранным делам, членом которого она являлась. Но ответ МИДа Швейцарии не мог порадовать никого из этой кампании. Он был краток и лаконичен. Цитирую. Федеральный совет ничего не может сказать о том, как идёт следствие против Виктора Храпунова в связи с невозможностью вмешаться в дела судебной власти. Я хочу сказать, что в Швейцарии действует строгое разделение исполнительных, законодательных и судебных властей, что не приемлют понимать в Казахстане ни президент, ни правительство, ни парламент. Назарбаев включил в действие всё возможное. Я даже лично пригласил спикера Сената Швейцарии. Это такой есть Совет Кантонов. Это как наш Сенат. И вот такой Филипп Ломбарди, председатель Совета Кантонов, он был гостем султана Назарбаева. Ну, конечно же, султан Назарбаев принимал его за счёт государства. И когда он приехал назад в Швейцарии, то он в своём блоге написал, цитирую, «Личность, которая производит на меня наиболее сильное впечатление, это президент Назарбаев. Но учредив двухпалатный парламент, он смог дать своему народу настоящий инструмент демократии». Критикуем сегодня парламент за то, что Сенат – это ненужный орган в Казахстане. Это карманная палата Назарбаева. Через неё он проводил всё, что хочет. И сегодня этим широко пользуется президент Токаев. Как видим, Казахстан не жалел народных денег. И прекрасно понимая, что действует незаконно, они, деятели Казахстана, продолжали подкупать и лоббистов, и депутатов, и другие структуры для того, чтобы организовывать всевозможные запросы и вести шпионскую деятельность на территории Швейцарии в пользу Казахстана по отношению ко мне и членам моей семьи. И это очень хорошо, кстати, сказал Акижан Кожигельдин в интервью «Гиперборея». Какие финансовые потоки выделялись на противоправные действия по отношению ко всем лицам, которые вынуждены были покинуть Казахстан под угрозой уничтожения или принятия соответствующих драконовских методов. Эти финансовые потоки выделялись на проведение противоправных действий. Такая же карманная партия, Коммунистическая народная партия Казахстана, лидером которых до недавнего времени являлся Косачёв Владислав, который также вступил в сговор с султаном Назарбаевым в 2004 году и получил конкретное поручение от Назарбаева расколоть Коммунистическую партию Казахстана. Но, к сожалению, султаном Назарбаевым и Косаревым не удалось победить Сергей Болсына Абдильдина, поскольку авторитет Сергей Болсына Абдильдина был настолько высок, что пришлось включить, еще раз подчеркну, большую артиллерию для султана Назарбаева. И только суд поставил победную точку и запретил деятельность Коммунистической партии Казахстана на территории Казахстана. Инородные коммунисты, начиная с 2012 года, как и партия Акжоу, проходят в парламент и в течение 10 лет протирают штаны, не отстаивая никакие интересы ни народа, ни промышленности, ни экономики нашего государства, а выступая статистами, лоббистами партии Нуратан в парламенте. Но, в отличие от Перуашева, который не имеет ни совести, ни чести, просто присмыкается Косарев на последнем съезде партии в 2020 году, на том самом съезде, когда руководство партии приняло решение отказаться от коммунистической идеологии и назвать себя Народной партией. И вот на этом съезде Косарев не выдержал, его мучила совесть, как я понимаю и лично, что он совершил раскол коммунистической партии, пошел на сделку со своей совестью, который поддержал Нуратана Назарбаева, и он не выдержал на этом съезде, сказал, что что вы делаете, ошибка. Посмотрите сегодня под знаком коммунистов, как широко развивается и идут какие процессы в экономике Китайской Республики. Ну как после этого съезда сказали, что да, делегаты съезда слушали, но не услышали, и съезд принял решение уйти от коммунистической идеологии. А то Каев почему все-таки продолжает сотрудничать с этими двумя партиями. И он сделал все, чтобы легализовать эти партии, принял закон о политических партиях, где создал законодательный статус парламентской оппозиции, вместо настоящей действующей, действительной оппозиции, то Каев пошел другим путем. Почему я и спрашиваю в начале своего сегодняшнего сообщения, скажите, Токаев, кто твой друг, и я скажу, кто есть ты. Главная цель Токаева на сегодня не процветание народа Казахстана, не подъем экономики, не включение всех тех возможностей для подъема экономики и подъема жизненного уровня каждого казахстанца, о котором он декларирует и говорит, и болтает на каждой встрече. А он преследует единственную цель добиться переизбрания на новый семилетний срок. И он преследует здесь две цели. Первое, конечно, ему хочется быть президентом для того, чтобы прихватить то, что было не прихвачено еще в Казахстане. А второе, чувствуя ход событий на Украине, он прекрасно понимает, что Путин может проиграть, и уже у него не будет такой крыши, которая могла его в какой-то момент поддержать в Казахстане. И этот семилетний срок ему нужен для этого. В январе 2021 года в Казахстане было зарегистрировано всего шесть политических партий. Партия Нарутан, партия ОСДП, партия АКЖОЛ, Народная партия, АДАН. И посмотрите, как действовали эти партии во время выборов парламента 2021 года. Лидер оппозиции за рубежом Мухтар Аблязов обратился к своим сторонникам и сказал, что прошу всех срочно вступать в партию ОСДП, для того, чтобы все эти сторонники отдали свои голоса за партию ОСДП, и чтобы эта партия победила партию Нарутан, чтобы партия Нарутан не прошла в парламент. Наложив штаны руководства страны в лице Токаева, Назарбаева, конечно же, провели соответствующую работу, и ОСДП моментально слилась и ушла с выборов в парламент. И то театральное представление, которое господин Токаев отыграл в январе 2021 года, подтасовался эти факты и добился проходов в парламент партии Нуратан, партии Акжол и Народной партии. На этом вся демократия заканчивается. Вот вам лицо нашего руководителя Казахстана, Касанжамарта Токаева и так называемых лидеров оппозиции. Только воля народа Казахстана может вернуть нам то право, которое закреплено в Конституции статьи номер 3. Я цитирую. Единственным источником государственной власти является народ. А почему сегодня лица, которым народ делегировал часть своих полномочий для руководства экономикой Казахстана, они узурпировали эту власть и ведут себя сегодня самым подлым образом к источнику власти народу Казахстана. И статья номер 32, которая также гласит, цитирую, граждане Республики Казахстан в праве мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. То есть Конституция 95-го даже года делегирует такое право всем гражданам Казахстана проводить вот эти мероприятия. Без оружия, я согласен. Поэтому для того, чтобы разорвать этот порочный круг и придать новый импульс в развитии Казахстана, подъема экономики, справедливого распределения доходов от продажи полезных ископаемых, которые результивировал сегодня Игорь Султан Назарбаев и ежи с ним и успел прислониться к ней Токаев Касамжамат Кемель-Улы. Предлагаю, понимая, что эта власть, преступная власть, не отдаст народу ее законное право, я призываю всех в день выборов 20 ноября 2022 года максимально всем выйти на площади, на избирательные участки, проводить митинги, бессрочные митинги, не соглашаться с утверждением Центра избиркома, высказывать свое недоверие, недоверие к избирательным комиссиям, добиваться пересмотра всех протоколов, пересчета всех бюллетеней, в отставку отправить президента Токаева, который подседа подтасовывал все факты, необходимые для его переизбрания. И на этом народ должен сказать свое слово. По графику люди должны выходить и постоянно на всех этих местах проведения бессрочных митингов, добиваться решения этих вопросов, отправить в отставку действующего президента, не дать утвердиться ему на новый срок, отправить в отставку правительство Казахстана и начать строить новый Казахстан. Дорогие мои друзья, на этом я заканчиваю свое сегодняшнее сообщение. Благодарю вас за внимание. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, дизлайки. От этого зависит, какова будет активность моего ролика на YouTube-канале, моего видео на YouTube-канале. Благодарю вас и до новых встреч!